Привет! Сегодня делаю заготовки на 3 дня, это очень практично и рационально. Начну приготовление с первого блюда, для которого очень мелкими кубиками нарезаю говядину. Разогреваю казан или кастрюлю с толстым дном. На небольшом количестве масла, топленого или растительного, обжариваю нарезанное мясо. Как только оно все посветлеет, сюда же отправляю нарезанный кубиками лук. Когда лук стал полупрозрачным, в казан выкладываю морковь, болгарский перец и зеленую речку. Если жиретки нет, впоследствии можно будет увеличить количество картофеля. И добавляю ароматнейшие пряности. Молотый кориандр, черный молотый перец, красный перец по вкусу, можно его не класть, если не любите острое. И, конечно же, зиру. Для большего аромата растираю ее руками. Соль по вкусу. На помидорах делаю крестообразные надрезы, заливаю их кипятком и через минуту кожица легко снимается. Помидоры, конечно же, также режу кубиками. Выкладываю к остальным овощам и мясу. Закрываю казан крышкой и на слабом огне тушу мясо с овощами минут 15. Теперь в казан выкладываю картофель и вливаю воду. После закипания варю примерно 15 минут. И за 3-4 минуты до конца приготовления в казан добавляю мелко нарезанную зелень. У меня кинза и петрушка. В подаче этого яркого и очень вкусного супа есть один секрет. Расскажу о нем, когда буду показывать полное меню на каждый день. Ну а пока варился суп, еще для двух блюд с добавлением масла пассирую овощи. Сначала репчатый лук, сюда же в сковороду выкладываю натертую морковь. И довожу овощи до готовности. Соль и специи не добавляю. Готовые овощи разделю так. 2 трети одно блюдо, 1 треть другое. Одним из основных горячих блюд будет запеченное филе ментая. У меня оно вот в таком брикете. Размораживаю его практически полностью и режу на порционные кусочки. Парой щепоток соли посыпаю противень, на котором рыбу буду готовить. Так рыба не будет пересолена и не нужно каждый кусок солить отдельно. Сверху кусочки ментая посыпаю белым молотым перцем и сушеным базиликом. Выкладываю 2 трети пассированных овощей, лука и моркови. И для оригинальной вкусной шапочки делаю смесь из сметаны, творожного сливочного сыра и икры ментая. Подойдет, конечно же, икра трески или какой-нибудь другой недорогой рыбки. Распределяю соус равными порциями и запекаю рыбу в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. После дам ей полностью остыть. Для следующего блюда я использую фарш из куриного бедра. Добавляю яйца, соль, черный молотый перец по вкусу, для аромата немного сушеного чеснока и паприки. Чеснок и паприку сушу сама. Если интересно как, можете посмотреть по ссылке в описании под видео. И еще сюда же добавляю немного любых отрубей. Все тщательно перемешиваю. Теперь в однородный фарш аккуратно вмешаю оставшуюся треть овощей, лука с морковью и измельченный базилик. Форму для кекса, можно взять, конечно же, и другую. Застилаю бумагой для выпечки. Выкладываю почти весь подготовленный фарш, 3 четверти точно. Брокколи делю на небольшие соцветия, которые вдавливаю в фарш. Сверху закрываю оставшимся фаршем и хорошенько все разравниваю. Следом делаю еще одну заготовку. Теперь беру фарш говяжий. К фаршу на мелкой терке натираю репчатый лук, несколько зубчиков чеснока, кабачки и одну крупную картофелину. Добавляю соль и черный молотый перец. Фарш хорошенько вымешиваю, делю на равные порции и формую котлеты. Выкладываю их в подходящую форму для запекания и сверху посыпаю для аромата и красоты молотой паприкой. В разогретую до 180 градусов духовку помещаю сразу два горячих блюда, котлеты и куриный хлеб. И примерно через 35-40 минут будут готовы оба. Ну а запеченное филе ментая уже подостыло, буду убирать его в холодильник. Выкладываю порционно в контейнер, чтобы между собой они не слипались и не портился внешний вид, перестилаю каждый слой кусочком бумаги для выпечки. Все будет просто идеально. Куриный хлеб остужаю прямо в форме и в ней же уберу в холодильник. Ну а котлеты после остывания переложу в контейнер и также в холодильник. Параллельно со всеми процессами приготовления делаю гарниры. Отвариваю рис, он мне еще пригодится не только для гарниров, покажу чуть позже. Также отварила и остудила брокколи и цветную капусту, убираю в контейнерах в холодильник. А еще я сварила гречку и в мундире отварила молодой картофель. И в самую последнюю очередь делаю еще одну заготовку для завтрака следующего дня. Творог разминаю вилкой, добавляю к нему щепотку соли и два небольших яйца. Перетираю до однородности. Теперь в несколько приемов всыпаю рисовую цельнозерновую муку и каждый раз тщательно перемешиваю. Должно получиться вот такое мягкое, не слишком липкое тесто. Доску подпыляю все той же рисовой мукой. Беру небольшую часть теста. Выкладываю на доску и скатываю в длинный цилиндр небольшого диаметра. Режу ножом на порции, каждый кусочек с двух сторон обваливаю в муке, чтобы ничего не слепалось. Дно контейнера застилаю листом бумаги для выпечки. И будущие ленивые вареники укладываю с небольшим отступом друг от друга. Как только ряд заполнен, подсыпаю его мукой и закрываю следующим листом бумаги для выпечки. Наполняю так весь контейнер. Сверху также листом прикрываю, чтобы вареники не заветрили. Убираю заготовку в холодильник. Замораживать их нет необходимости. Как минимум сутки, а то и более, такая заготовка прекрасно в холодильнике сохраняется. Вот так вареники выглядят утром. Меню на первый день. Завтрак. Быстро ставлю воду. Как только она закипит, добавляю соль и выкладываю ленивые вареники. Когда они всплывут, на медленном огне варю 4-5 минут. За это время как раз успеваю сделать очень вкусный и простой соус, который напоминает сгущёнку. А нужно всего лишь навсего смешать сметану, мед, можно использовать любой сироп, и щепотку ванили. Скорее раскладываю горячие ленивые вареники по тарелкам. Зову своей домочадца вкусно завтракать. Обед. На первое чудесный горячий суп с огромным количеством разнообразных овощей. А подается он так. На каждую порцию 1-2 столовые ложки готового отварного риса. Ну и конечно же зелень. Нарезаю куриный хлеб непосредственно перед подачей. Он прекрасно держит форму. При этом сама текстура потрясающе нежная и мягкая. Моя порция второго выглядит так. Куриный хлеб и свежие овощи, например огурцы и помидоры. Ну а тем, кому нужно посытнее, я предложу, например, отварную гречку. В дополнение ко всему перечисленному. Ужин. В глубокий салатник выкладываю отварную брокколи. Сюда же добавляю нарезанные помидоры и немного красного лука. Солю по вкусу. Ну а для заправки этого яркого салата смешиваю ароматное подсолнечное масло, свежевыжатый лимонный сок, немного неострой горчицы, сушеного чеснока и листики тимьяна. Тимьян можно использовать также и сушеный. Ну а если он вам не очень по вкусу, попробуйте добавить свежие листья зеленого базилика. Заправляю салат и скорее подаю к столу. И этот яркий и вкусный салат будет замечательным гарниром к запеченной рыбе. Это моя порция рыба и салат. Но ее всегда можно сделать более сытной, дополнив отварным рисом. День второй. На завтрак готовлю фритаду на сковороде. Сковороду разогреваю, наливаю немного оливкового масла, обжариваю кабачки, периодически помешивая, 2-3 минуты. И чуть сдвинув их в сторону, в сковороду всыпаю мелко нарезанный репчатый лук. Пассирую его до мягкости, смешиваю с кабачками. Соль и перец по вкусу. Теперь в сковороду выкладываю атыгейский сыр, нарезанный небольшими кубиками. Быстро взбиваю яйца с добавлением соли и вливаю в сковороду. Яичную смесь распределяю равномерно. Огонь убавляю до минимального, сковороду накрываю крышкой. Примерно через 4-5 минут. Теперь со второй стороны готовлю еще 4-5 минут. Получился очень красивый и очень летний завтрак. Все мои остались довольны. Обед. На первое мостова все так же добавляю на каждую порцию рис, зелень и по желанию можно положить немного сметаны. Тоже будет очень вкусно. На второе запеченное филе ментая под оригинальной шапочкой. Отварные цветная капуста и брокколи, заправленные растительным маслом. Ну и для желающих немного отварного картофеля. Ужин. Делаю салат из свежих овощей, благо их сейчас огромное разнообразие. Заправлен салат ароматным подсолнечным маслом. И все это чудесный гарнир для прекрасных говяжьих котлет. Как вариант, в качестве гарнира могу добавить отварной рис. День третий. Завтрак тоже готовлю утром. Займет он времени не слишком много. Для начала разминаю адыгейский сыр. Добавляю к нему сваренные вкрутые яйца. Теперь сюда же по вкусу добавляю соль, черный молотый перец, а также немного сушеного чеснока и молотого кориандра. Чтобы придать яичному паштету более гладкую однородную текстуру, добавляю сливочное масло. И еще немного мелко нарезанной зеленой петрушки. Пока паштет готовила, в духовке подсушиваю хлеб. Ну а дальше дело вкуса. Подсушенный хлеб, яичный паштет и ломтики помидора. Обед. На первое чудесный, горячий и очень вкусный суп. Третий день он все такой же вкусный, потому что хорошенько настоялся. На второе говяжьи котлеты. Добавление овощей делает их настолько мягкими и вкусными. Это что-то невероятное. Ну а на гарнир у меня свежие овощи. Как вариант, дополняю второе отварной гречкой. Ужин. Готовлю еще один интересный быстрый салат. Мелко режу свежие листья зеленого базилика. За неимение можно использовать сушеный. В салатнике смешиваю отварную цветную капусту, нарезанный кусочками отварной картофель, консервированный зеленый горошек и немного натертый свежей моркови. Добавляю измельченные листья базилика и нарезаю зеленый лук. Сюда же много зеленых салатных листьев. Для заправки смешиваю оливковое масло, можно использовать любое растительное, немного винного или яблочного уксуса и зернистую горчицу. По необходимости салат солю, выливаю заправку и аккуратно перемешиваю. Подаю этот яркий и достаточно сытный салат в качестве гарнира к куриному хлебу. Продолжение следует...